Сочи накануне сгорел двухэтажный дом в пожаре на Пионерской, пострадал мужчина. В Адлере сносят шестиэтажный дом на Костромской, демонтируют здание, которое признано опасным для новоселов. Ремонт дороги, строительство подпорной стены и снос аварийных деревьев. В Сочи начали программу так называемых «малых дел». В Сочи сегодня стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году его посвятили освобождению Кубани от фашистов. Больше 40 тысяч патентов на работу выдали иностранцам на Кубани за минувший год. В основном это мигранты из Украины, Узбекистана и Таджикистана. Однако по оценке правоохранителей, количество приезжающих в Краснодарский край на заработки в два раза больше. Так, например, на одной из строек в Новороссийске полицейские выявили больше десятка незаконно работающих иностранцев. Сегодня этот объект посетил Вениамин Кондратьев. Глава региона пообщался с подрядчиками и руководителями стройкомпании. По их заверениям, сегодня дом возводят только рабочие, у которых есть на это разрешение. Мы с теми подрядными организациями, с которыми работаем, они уже на рынке 5-6 лет. Рабочих, которых они привлекают, вот постоянные у нас, они по 10-12 лет уже тоже приезжают, постоянные специалисты. Это просто мы дополнительно привлекали людей, подрядная организация. Она себя в Краснодаре хорошо зарекомендовала, попросили их увеличить здесь людей, привлечь. И вот на момент того, как у нас на объекте появились эти 11 человек, и с ними обсуждался вопрос привлечения их на работе, был рейд, и вот выявили хорошо вовремя. Давайте договоримся, что за подрядчиков, за тех рабочих, которые работают, у подрядчиков, которых они привлекают, отвечает заказчик. По-другому, по-другому порядок не наведем. Кто-то должен один в целом отвечать за стройку. Потому что у подрядчика, конечно, есть субподрядчик. Каждому субподрядчику мы полицейского не приставим. Поэтому здесь заказчик так все отвечает. Вот ответственность работодателя пока не будет жесткой, и жесткие меры по отношению к нему применяться не будут. Мы будем иметь 11, 12, 15 и непонятно сколько вот таких нелегальных рабочих. Из-за привлечения на работу иностранцев без патентов бюджет региона недосчитался около 700 миллионов рублей. Всего за год было выявлено 1700 случаев нарушения миграционного законодательства. Эту проблему Вениамин Кондратьев поднял на краевом совбеде. Расходы краевой казны в этом году увеличат на 16 миллиардов рублей. Об этом рассказал Вениамин Кондратьев. Глава региона накануне провел общекраевую планерку. Большую часть денег потратят на строительство новых школ, детских садов и ремонт дорог. Отдельно краевые власти предусмотрели субсидии и дотации муниципалитета. Однако получат такую материальную помощь не все. Подробнее наши краснодарские коллеги. Общекраевую планерку в этом году Вениамин Кондратьев собирает в первый раз. Обозначить фронт работ и расставить приоритеты. Для этого губернатор на повестку совещания основными выносит вопросы экономики региона. Бюджетные кредиты муниципалитетов в 2018-м хотят реструктуризировать. А статью расходов кубанской казны планируют существенно увеличить. В целом на ближайшие сессии мы увеличиваем расходы краевой бюджета на 16 миллиардов рублей. И, конечно, большая часть этих средств, как традиционно у нас проходит, будет направлена на решение социальных вопросов жителей края. И это, коллеги, я считаю правильно. Потому что сегодня это стратегическая задача, чтобы народ ощущал, что власть работает. Мне важно, чтобы вот это ощущение люди на себе испытывали в районах, в селах, станицах, хуторах, поселках. Вот этот рост, который у меня в цифрах. Заметно увеличится в этом году дорожный фонд. Ремонт и строительство автомагистрали направят больше 27 миллиардов рублей. Существенно изменили расходы и на газификацию – 300 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году на 46 миллионов. Дополнительно из края выделят деньги на возведение школ – 730 миллионов рублей. И еще 50 на пристройки к детским садам. Всего же вместе с материальной помощью из Федерации на строительство учебных заведений потратят почти 5 миллиардов рублей. Отдельной строкой пропишут субсидии и дотации муниципалитетам. После принятия поправок в бюджет эта цифра будет больше 20 миллиардов рублей. Но получат их только те районы, которые смогли полностью освоить трансферты в прошлом году, ставит условия глава региона. В 2017-м, как ни странно, невостребованными оказались полтора миллиарда рублей. Объективно все-таки разберитесь. В чем вина или в ком вина? Если просто просидели, прождали и продумали, что как она все так пройдет и не пройдет. Просто так, бесследно точно не пройдет. Если уже объективные причины, здесь неважно понимает, но понятно, да, соглашусь с вами, что еще раз мы деньги из бюджета дадим, краевого. А если субъективные причины, то тому же, грубо говоря, нерадивому чиновнику, даже не руководителю больше давать деньги не стоит. По тем мерам, которые мы принимаем именно в части усиления работы, повышения качества наших муниципальных и государственных заказчиков, то мы уже эту работу проводим, и обучающие, я начал уже говорить, это создание типовой документации, это проведение совместных торгов. Вот те работы, которые связаны со строительством и ремонтом, я думаю, что мы какой-то пресекательный объем таких работ по отдельным контрактам определим, где такие серьезные контракты, что они тоже должны расторговываться через краевой полномоченный орган. Еще раз подчеркиваю, у нас было 18 миллиардов в прошлом году субсидий, а в этом году 21,5. Дополнительные средства на развитие территории муниципалитеты могут получить и за счет привлечения новых инвесторов. Тем более, что на Кубани есть площадка для поиска предпринимателей, готовых вложить деньги в экономику региона. На финишной прямой сегодня подготовка к российскому инвестиционному форуму в Сочи. Со своими предложениями туда отправится каждый район края. На текущий момент работа по подготовке инвестиционных проектов, предлагаемых потенциальным инвесторам, практически полностью завершена. В общей сложности на форуме в Сочи в зоне муниципалитетов будет представлено 440 инвестиционных предложений на общую сумму более 170 миллиардов рублей. Это выверенные, проверенные совместно с департаментом инвестиций, на мой взгляд, качественные проработанные инвестиционные предложения. К слову, сегодня работа ведется по 85% всех предложений, которые презентовали на Сочинском форуме за последние три года. Общая сумма этих инвестиций больше триллиона рублей. Из них треть – это уже реализованные проекты, а значит, реальные предприятия. Эти цифры прежде всего говорят о качественной проработке всех инвестпредложений, считает глава региона. В этом году на форуме в Сочи конкуренции ожидается больше обычного, а значит, Краснодарский край должен проявить себя еще активнее. Мы должны быть не только гостеприимными хозяевами форума и обеспечить площадку, чтобы форум прошел на высочайшем уровне. Мы должны быть активными участниками форума. Сами мы и главы муниципальных образований и бизнес краевой. Мы должны первыми получить дивиденд от того, что экономический форум российский инвестиционный проходит в Сочи. Поверьте мне, сегодня инвесторы, даже российские инвесторы, а даже иностранные, в том числе их тоже будет достаточно, они уже сегодня взвешивают и понимают, что российские уже за рубежом нигде свои капиталы не разместят. Поэтому, конечно, они ищут российские площадки, где вложиться, куда вложиться. Поэтому здесь не упустите момент, ловите за рука всех их, вы всех их увидите. Участие на форуме уже подтвердили 1100 человек. Среди них представители 138 иностранных компаний и 73 руководителя российских регионов. На Большом экономическом саммите в Сочи они встретятся уже через три с половиной недели. Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. В Сочи накануне сгорел двухэтажный дом. Сообщение о пожаре на улице Пионерская, 47, поступило в 23 часа две минуты. Огонь локализовали в 23.49, полностью потушили уже в начале первого. Площадь пожара 150 квадратных метров. Пострадал один человек. По словам очевидцев, мужчина был не трезв. Он получил ожоги. В целом при тушении были задействованы 21 человек и 7 единиц техники. Ну а в ДТП в Хосте пострадали два ребенка. Таков результат неудачного обгона. Авария произошла накануне на улице 50 лет СССР. По предварительным данным, 27-летний москвич, управляя автомобилем «Опель», при обгоне не соблюдал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108 под управлением 53-летней местной жительницы. В результате пострадали два несовершеннолетних пассажира отечественного автомобиля. Они с незначительными травмами доставлены в больницу. В Сочи голый мужчина гулял по улице. Необычного пешехода сняли на видео очевидцы. Видеозапись они выложили в социальные сети. Видно, что это происходит ночью. Голый мужчина прогуливается по тротуару на одной из улиц Адлера. Пешеход не торопился, не пытался прикрываться, а шел спокойно. Чем закончилась прогулка и с чего началась – неизвестно. Бывший сотрудник предприятия похищал имущество работодателя. Сотрудниками сочинской полиции задержан подозреваемый в краже силовых кабелей. В дежурную часть отдела полиции Центрального района поступило заявление от сотрудников энергетической компании о краже силовых кабелей из трансформаторных подстанций. Как выяснили правоохранители, всего оборудования было похищено из 8 подстанций на сумму более 90 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель, бывший сотрудник предприятия, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Как пояснил задержанный, он открывал подстанции с помощью универсального ключа, который не сдал при увольнении, а похищенный кабель продавал. На допросе отметил, что на совершение преступления его побудило трудное материальное положение. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое и долгое время работал электриком. В настоящее время мужчина взят под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному грозит лишение свободы сроком на 5 лет. В Адлере начался снос шестиэтажного дома. Адрес Костромская, 68. Дом возводится без разрешительных документов. По решению суда его теперь снесут. Все подробности в нашем следующем сюжете. Сегодня начался демонтаж входных дверей и окон самоволки. Мало того, что она возведена незаконно, еще и с нарушениями градостроительных норм. В доме три подъезда около 90 квартир. В некоторые из них уже заселились первые жильцы. Заявление в суд на снос объекта администрации Сочи подала еще в 2015 году на этапе первого этажа, когда проверка показала, что строительство ведется с многочисленными нарушениями. Данное решение вступило в силу, но длительное время самовольным застройщикам не исполнялось. В связи с длительным неисполнением решения суда, администрация города Сочи обратилась в суд с заявлением об изменении порядка и способа исполнения решения суда. И данное заявление было судом удовлетворено. На сегодняшний день администрация города Сочи имеет право привлечь в стороннюю организацию для организации сноса указанного объекта с последующим взысканием денежных средств самовольного застройщика. Разрешение было выдано на три этажа площадью застройки 232 квадратных метра. Но застройщик начал вести строительство на площади в три раза больше. Районный суд и Краевой удовлетворили иски администрации о сносе строения, а во встречных требованиях застройщику Людмиле Брусенцовой было отказано. К слову, сейчас женщина находится под арестом. По нашим оценкам департамента строительства, очень много нарушений при строительстве этого дома. В частности, начав демонтаж огражающих конструкций, мы обнаружили, что несмотря на то, что люди здесь живут, кровля на данном доме не была выполнена. Непонятно, как был сделан фундамент. Геология у нас в Сочи очень сложная, да и сейсмика большая. Поэтому люди, которые здесь жили, конечно, подвергали бы себя очень большой опасности, находясь в этом доме. Эффект кровли для потенциальных покупателей создает обрамление из профнастила, а сама крыша отсутствует. Также на ней заметны выпуски на новый, уже седьмой этаж. То есть застройщик не собирался останавливаться на шести. Бетон верхнего этажа пропускает дождевую воду и внутри дома в итоге собираются лужи. Сейчас дом полностью отключен от коммуникации. Проверка показала, что канализация в нем выходила на рельеф. По всей видимости, застройщик собирался использовать выгребную яму, которую выкопал на соседнем участке. Власти Сочи просят перед покупкой квартир ознакомиться с так называемым черным списком застройщиков. Он размещен на сайте городской администрации. Елена Всецова, Вадимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сочинцы продолжают подавать заявки на благоустройство общественных территорий. Жители Адлера, например, уже сформировали более 80 предложений. Это часть федеральной программы формирования комфортной городской среды, по которой уже в этом году в Сочи появится 8 новых парков и скверов. Внести свои предложения в благоустройство города может каждый соученец. В рамках программы «Комфортная городская среда» принимаются заявки на благоустройство общественных территорий. Жителям предлагают самим выбрать места, где появятся новые парки и скверы. Для этого в районных администрациях установили специальные урны. В данный момент у нас развернут пункт приема заявок от жителей на включение в эту программу общественных территорий. Пункт работает с 9 января. В настоящее время принято около 80 заявок. Путем народного голосования определяют 16 территорий, где необходимо разбить парковую зону по 4 на каждый район Большого Сочи. На пунктах приема заявок есть предварительный перечень возможных мест благоустройства. Однако граждане могут сами предложить свои варианты в заявке. Подается она в свободной форме. «Я предлагаю благоустроить сквер в центре Адлера по улице Молокова возле дома номер 32. Там есть хорошая территория, где гуляем не только мы, пенсионеры, но и мамочки с детьми, подростки». Общественность выбирает не только место для благоустройства. Также в заявке можно указать более детальные пожелания. Например, фронт предстоящих работ, оборудование на территории парковки, площадок для занятий спортом, установку освещения или сооружение детских площадок. «Хочу пригласить всех жителей города Сочи, не останавливаться равнодушными, прийти на вот эти вот для начала, сначала в пункты приема заявок, опустить в урну для приема заявок заявку на ту территорию, которую бы вы хотели видеть благоустроенной. Я имею в виду еще раз подчеркиваю, это парк или сквер. Вот где вы хотите, чтобы у вас был новый парк или сквер?» Пункты приема заявок работают с 9 до 18 часов. Последний день подачи – 9 февраля. Далее муниципальная общественная комиссия определит территории, которые соберут больше всего заявок. Они попадут уже на рейтинговое голосование. Оно пройдет в день выборов президента России 18 марта. В итоге из 16 территорий отберут 8 по 2 на каждый район. Эти зоны будут благоустроены в 2018 году. Остальными займутся уже в следующем году. Но работы по благоустройству уже ведутся. Подготовлена к асфальтированию дорога по переулку Догомысский. Там сейчас ведутся строительные работы, в том числе и на территории дома номер 6. Что получат в итоге жильцы, узнаем у Елены Авсециной. Густонаселенный завокзальный район. Рядом строящиеся дома и перинатальный центр. Он сейчас достраивается, а вместе с ним и благоустраивается микрорайон. Выполняется благоустройство территории. После проведенных работ, а именно восстановления асфальта на всю ширину проезжей части с установкой бордюров, какого раньше не было, объем уложенного асфальта будет составлять около 2000 квадратных метров. Как раз по договоренности с подрядчиками выполняется ряд необходимых строительных работ для жителей близлежащих домов. Например, через территорию ТСЖ по переулку Дагомысский 6 будет проходить газовая труба. За это жильцы многоквартирного дома попросили сделать им подпорную стену и благоустроить придомовую территорию. Пройти невозможно было по отмозке дома. Уже очень угрожающая ситуация была. Ну вот, согласно договору, который мы заключили с периментальным центром, они нам исполнили работу. Этой подпорной стеной мы очень довольны. Все у нас прекратилась проблема, оползневая на территории нашего дома. Работы ведутся и по переулку Дагомысский, и по улицам Дагомысская и Чебрикова. Не оставляют без внимания и заезды во дворы. Конечно, строительные работы – это всегда временные неудобства, но жители микрорайона понимают, что все, что здесь делается, это для них. Водители просят не парковать в ближайшее время здесь свои машины, потому что дорога будет заасфальтирована. Шумно сегодня было и на Волгоградской. Здесь пилили аварийное дерево. Жильцы 30-го дома получили поробочный документ, согласно которому кипарист нуждался в сносе, так как представлял серьезную опасность для газопровода. Хорошо, что там на стойку попало. Если бы упало дерево, газовая труба поломалась, а пошел бы газ. Не дай бог бы, загорелось бы здесь все, и люди пострадали. Беду не допустили. Вовремя обратили внимание на аварийное дерево и обратились в лесопарковое управление за разрешением на снос. А уже администрация центрального района сегодня выполнила работы. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На Кубани расширили программу оздоровительных туров «Южная здравница». В маркетинговой программе, которую разработали в Краснодарском крае, появились новые предприятия-участники и комплексные туры по двухнедельному лечению. Об этом сообщает сайт «Кубань-24». В рамках программы «Южная здравница» жители и гости Кубани могут воспользоваться комплексными турами со скидками до 50%. Она стартовала 1 октября и продлится до 1 мая. Участниками программы стали более 55 санаториев, больни у лечебниц и пансионатов с лечением, расположенных на территории 12 муниципалитетов. Предприятия Анапы, Геленджика, Горячего ключа, Краснодара, Сочи, Гулькевичского, Ейского, Каневского, Лобинского, Мостовского, Славинского и Туапсинского районов предлагают комплексные туры разной длительности по 300 программам оздоровления и лечения. С предложениями «Южной здравницы» можно ознакомиться на сайте Минкурортов края или по телефону горячей линии 8 800 200 ровно 60 90. К слову, опыт Кубани по созданию оздоровительных туров оказался успешным. Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил распространить его на все курортные территории России. В Сочи сегодня официально дан старт месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В Краснодарском крае он проводится уже 11 год подряд. Сегодня торжественные церемонии открытия этого важного проекта прошли во всех четырех районах курорта. Наша съемочная группа побывала в 8 гимназии, где собрались школьники и студенты из центрального района. Более 1200 мероприятий столько запланировано провести в Сочи в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. А сегодня этому большому проекту дан старт во всех четырех районах курорта, а также во всех городах Кубани. Месячник – краевой. В регионе он проводится уже в 11 раз. На торжественное открытие сегодня пригласили школьников и студентов, ветеранов и военнослужащих, а еще юнормейцев. Это движение набирает все большую популярность в Сочи. Сегодня это уже 30 отрядов и более 700 ребят в красных беретах. Юнормия, 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 вперед! За нами наша Родина, Россия! О любви к Родине, об истории родного города, края и страны школьники и студенты будут говорить в рамках встреч с ветеранами и военнослужащими. В ходе специальных военизированных эстафет, экскурсий в военные части, также будут участвовать в образовательных турнирах, готовить концерты и памятные мероприятия. У нас есть программа, утвержденная между министром обороны и министром образования Российской Федерации. Нас закрепили за учебными заведениями города Сочи. Три-четыре гимназии, где мы регулярно встречаемся со школьниками, выступаем и наставляем их на ту работу военно-патриотическую, которая нам сегодня очень нужна. Мероприятия будут идти целый месяц, а их продолжением станет подготовка ко Дню Победы. В том числе запланирована акция «Их именами названы улицы города». Мы вместе с музеем города Сочи подготовили перечень улиц, которые носят имена героев войны, и школы будут готовить презентации о каждом. Мы также будем размещать в социальных сетях данные ролики, чтобы люди узнали о человеке, чье имя носят улицы. В этом году девиз месячника военно-патриотической оборонно-массовой работы «Овеяна славой, родная Кубань». Его выбрали не случайно, ведь месячник посвящен важной дате – 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков. Дату будут отмечать 9 октября. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Юной Сочинке нужна помощь. София Кисиян нуждается в средствах на реабилитацию. Девочки – ДЦП. Но благодаря помощи семьи и врачей малышка потихоньку делает успехи. В апреле ее ожидает второй курс реабилитации в Санкт-Петербургском медцентре. Соне в этом году исполнится 7 лет. В то время как ее сверстники готовятся к школе, девочка учится говорить и двигаться. И каждое маленькое достижение Софии – огромная радость для ее действительно дружной семьи. Апрельский курс реабилитации стоит 139 260 рублей. Семья девочки просит всех неравнодушных помочь собрать эту сумму. Перечислить деньги можно на карту Сбербанка на имя мамы Сони Вероники Кисиян. Реквизиты вы видите на экране. Также они есть на нашем сайте и в редакции. Ну и на сегодня это все новости. Я напоминаю, что их вы можете уже найти на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.